За активную помощь садоводческому товариществу «Надежда» были награждены неравнодушные жители Десногорска. От лица председателя СНТ Василия Томилина благодарственные письма получили Владимир Блохин, Михаил Латенко и глава Десногорска Андрей Шубин. Вы оказываете помощь в реализации инвестиционной программы правительства Российской Федерации, тем самым на себя посильный вклад в решение продовольственной безопасности нашей страны. Текущая ситуация в городе отмечена стабильной работой всех энергосистем. Техника и персонал проводят уборку города от снега в штатном режиме. Также на совещании уделено внимание новому порядку региональных социальных выплат. С 1 января 2020 года социальные доплаты к пенсиям будут осуществлять отдел социальной защиты населения. Это прежде всего наши пенсионеры, дети-инвалиды и дети, получающие пенсию по потере кормильца. Те, кто на 31 декабря 2019 года уже получают эти выплаты, обращаться в отдел социальной защиты не нужно. Это будет выполнено в беззаявительном характере по данным, которые нам предоставит пенсионный фонд. Те, у кого пенсии будут назначены с 1 января 2020 года, нужно будет обратиться в отдел социальной защиты населения. Важным событием в жизни города остаются предстоящие публичные слушания. Высказаться по проекту бюджета муниципального образования города Десногорск могут все желающие 5 декабря в Центре культуры и молодежной политики. Мероприятие состоится в 17.30. Обращаюсь ко всем присутствующим в этом зале, к жителям города Десногорска. Прийти на публичное слушание и выразить свою гражданскую позицию по принятию бюджета на следующий год. Общественная жизнь города отмечена и другими событиями. Также мы всех жителей и гостей города приглашаем 11 декабря в киноконцертный зал Центра культуры и молодежной политики на фестиваль творчества «Вместе не сможем больше» совместно организованной с Лесногорской городской организацией, Смолянской областной организацией Всероссийского общества инвалидов. Также 11 декабря мы приглашаем в детскую музыкальную школу на концерт преподавателей музыкальной школы, посвященный памяти Виктора Павловича Тубровского. Кроме того, продолжаются баскетбольные встречи среди мужских команд за Кубок ЦФО. Ближайшие игры состоятся 7 декабря в 18.00 и 8 декабря в 11.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ Спасибо. Спасибо.